Два года назад крупный инвестор выкупил предприятие бывшего авторемонтного завода и вдохнул в него новую жизнь. При финансовой поддержке инвестиционного агентства Тюменской области здание изменилось до неузнаваемости. Благодаря проекту стоимостью 60 миллионов рублей удалось не просто сохранить рабочий коллектив, но и увеличить его больше, чем в шесть раз. Здесь по-прежнему занимаются ремонтом и восстановлением агрегатов для транспортных средств и спецтехники, но уже по-новому. Здесь применяются технологии напыления, восстановление геометрии деталей. То есть это не просто капитальный ремонт автомобилей, а это еще и ремонт его узлов и ремонт компонентов, то есть деталей этих узлов, то есть восстановление самих деталей. Одно из перспективных направлений компании – активная работа с грузовыми автомобилями, работающими на газомоторном топливе. Пока проводят сервисные осмотры и меняют дизельное оборудование на газовое, в планах самим собирать такие машины. Одну из важнейших задач, которую ставит перед нами наш губернатор Александр Ильич Мор, это в первую очередь работа с местным инвестором. И у нас с компанией уже, скажем так, череда таких проектов. Когда-то это был большой проект по реализации больших автомобильных комплексов на московском тракте. Компания развивается и тот проект, который мы видим сегодня, это еще один этап. Неподалеку от экопарка Затюменского совсем скоро появится спортивный ледовый клуб. Объект готов на 40 процентов. Объем инвестиций – 45 миллионов рублей. В принципе, проект задумывался как некое продолжение туристического кластера. У нас здесь отель. Мы решили, что это будет интересно для туристов. Но в то же время он затрагивает кластер спорта. Инвестагентство выделило нам земельный участок без торгов, за что им большое спасибо. Такие масштабные проекты, как спортивные и другие проекты, требуют, конечно, безусловно, предоставления таких участков без торгов, чтобы, условно говоря, не было повышения ее арендной стоимости. Поэтому вот такой механизм у нас работает уже давно. Бизнесмены могут рассчитывать на инвестиционные займы, субсидии и продвижение проектов. Елена Старожук и Евгений Проскуряков. Тюменская служба новостей.